К новостям в мире. Ключевая процентная ставка Федеральной резервной системы по итогам мартовского заседания поднята на 25 базисных пунктов. Но это не предел. Регулятор сигнализировал еще 6 повышений ставки в этом году. Мой виртуальный коллега Айсанж продолжит тему. Здравствуй, Мариан. Федеральная резервная система США впервые с 2018 года повысила ключевую процентную ставку для противодействия экономическим рискам, связанным с высокой инфляцией и ситуацией в Украине. По итогам двухдневного заседания процентную ставку по федеральным кредитным средствам увеличили на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 0,5% годовых, говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Таким образом, ФРС прогнозирует дальнейшее ужесточение политики. Кроме того, на одном из ближайших заседаний, американский Центробанк планирует начать сокращение портфеля гособлигаций, долговых обязательств для государственных структур и долговых бумаг, обеспеченных ипотекой. Выступая на пресс-конференции по итогам мартовского заседания, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики, сохраняя текущие темпы роста занятости и зарплат. Тем временем инфляция в США достигла максимальных значений. Уровень достиг критической отметки – почти 8%. Такого не наблюдалось с 1982 года, то есть последние 40 лет. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 2,8% по итогам этого года, против прогнозируемых в декабре 4%. Индекс потребительских цен также продолжит расти. Марьян. Спасибо, Асанж.